Здравствуйте, люди добрые, души чистые. Продолжаем разговор о том, как быстро и легко замесить хлеб на опаре. Именно на опаре. На опаре получается он как будто бы надежнее и проще. Раньше мы делали не через опару. И вот он то не подымался, то опускался. Не было надежности. А через опару все упрощается и обнадеживается. Итак, прошло часов 6. У меня опара стояла не в теплом месте. В общем-то, можно было и не ждать 6 часов, просто вспомнил поздненько. Значит, теперь нам нужно добавить столько же муки, сколько мы уже добавили. Берем цельнозерновую, пшеничную. Я напоминаю, что я делаю 1 четверть ржаной цельнозерновой и 3 четверти пшеничной. Перед этим, вот это я всегда забываю, вот нужно же отложить на будущую закваску. Хоп. Немножечко, но это даже с запасом. Баночку. Это вот закваска. Для следующего раза. То есть, марлечкой накрыл, резиночкой притянул и в прохладное место поставил. Холодильника у меня нету, стоит просто на полу в тамбуре. Все. Здесь нам остается просто замешать. Говорят, что сильно, когда с ржаной мукой, то не надо сильно замешивать. Но я так понимаю, что просто, чтобы мука скрылась. Напоминаю, что видео о том, как удивительно быстро делать хлеб. И напоминаю, что когда вы будете делать, у вас будет две руки, все у вас будет быстрее. Так, придется прям прижать телефоном, чтобы процесс шел. Не получается прижать. Ладненько. Я потом исправлю. В принципе, уже все. Муки не видно. Почти. Вот чуть-чуть видно. Теперь вот форма. Я делаю себе по одной буханке. Раньше мы делали по три буханки. Самую капелюшечку-капелюшечку оливкового масла. Ну, раньше я подсолнечное наливал. Ну, подсолнечное не из магазина, а сделанное еще по советским ГОСТам. Нерафинированное там. Очень вкусно пахнущее. Ну, вот. Просмотрел очередное видео в интернете, в котором сказали, что при нагревании подсолнечное, что-то там теряет, мол, оливковое не теряет. Ну, так как речь идет всего лишь навсего о капельке, о смазывании стенок, то и ладно. Пусть будет оливковое покупное, но не рафинированное. Вот. Теперь мне надо как-то одной рукой это туда опрокинуть. Как я это сделаю? Ну, наверное, вам придется потерпеть. Сейчас я положу телефон, вы ничего не увидите. И у вас будет темный экран и звук. А в это время я просто опрокидываю кетто в эту форму. Не скучайте. Я сейчас вернусь. Готово. Возвращаюсь. Ну, просто сложил сюда тесто. Остается накрыть полотенцем и поставить в настолько теплое место, насколько вы хотите, чтобы быстро поднялся хлеб. Чтобы ваше время не терять, чтобы не снимать потом еще отдельное видео, предлагаю. Давайте представим, что уже прошло 2-3 часа и хлеб поднялся. Соответственно, я полотенчиком снимаю и уже там подогретую духовку ставлю в форму. Я ее подогреваю, хотя есть видео, рекомендации, в которых не подогреты. Но когда я пеку в кирпичной печи, там ведь она же очень сильно нагрета. Именно первые мгновения они самые горячие. Поэтому я лично духовку сначала прогреваю. Потом ставлю на час. Через час у меня звенит будильник. Я выключаю. Оно в форме еще там полежит сколько-то минут, пока не вспомню. Достаю, опрокидываю на доску и все, и готово. Ну, только я не ем никогда сразу. Я стараюсь готовить так, чтобы вообще через несколько часов только резать. Потому что считается, что хлеб еще допекается, пока лежит в нетронутом состоянии. Ну, мне этот хлеб нравится. Я его уже сколько-то лево ем и вам рекомендую. Дрожжи это вредно, очень вредно, безумно вредно. А хлеб на закваске это совсем другая история. Там, ну, можно придираться, конечно, сыроеды скажут, что хлеб это тоже вредно. Даже такой. Ну, мы сейчас говорим о минимизации вреда. И вот, если отказаться от дрожжевого печь самому, то обратите внимание, что вот предыдущая видюшка была 6 минут, и это 6 минут. И это все с моей болтовней. То есть, всего вот именно конкретно трудов манипуляций получается меньше, чем 12 минут. С чем вас и поздравляю. 12 минут и у вас буханочка хлеба. У вас и у вашей семьи. Так что, здоровья вам. Быть добру. Ждите моих следующих видео. Подписываться на свой канал не призываю. Если они полезны, это как бы уже автоматом. Понятно. Как подпишетесь без моих призывов. Все. Конец связи. Продолжение следует... Продолжение следует...